Немецкий боксер по кличке Тёма вместе со своим хозяином, ветераном пограничной службы Александром Мудрым, стали гостями вечернего шоу на радио Ви-Би-Си. И несмотря на грозный вид, Тёма добрый и очень общительный. Александр в беседе сразу отметил, что не нужно бояться заводить больших собак, особенно боксеров. Он товарищ капризный или всё-таки послушание врождённое обязывает соответствовать? «Достаточно, достаточно, чтобы управлять, гулять, но сильно от него не хочется. Вот тем он и нравится, что, в принципе, как немецкий боксёр своим поведением, темпераментом показывает, что он всё-таки боксёр. И как вы сказали, что вы боялись, когда он сюда зашёл. Я как раз его и привёл, чтобы популяризировать, посмотрели и не боялись таких крупных пород». Конечно, интересно было узнать о работе пограничников, когда границы закрыты. Ведь Приморье имеет обширную границу, которая проходит и по суше, и по морю. Александр отметил, что незаконное пересечение и контрабанда продолжается и сейчас. И здесь без помощи служебных собак не обойтись. «Граница, да. Она всегда была на замке. Даже если мы всё-таки, может быть, наблюдаем в своём регионе какое-нибудь скопление зарубежных граждан. Это не говорит о том, что граница наша открыта. Она всегда на замке. Все традиции мы блюдём». Упомянули в разговоре и героя Советского Союза полковника пограничных войск Никиту Карацупу, который знаменит своими рейдами. За 20 лет службы он задержал 338 нарушителей границы и помогал ему в этом верный друг – Пёс Ингус. «В те времена были сувовые Никиты Фёдоровича. Они, нарушители, всё-таки бегали чаще. Граница, может быть, не такая была, как сейчас, современная в плане технических средств». Александр также рассказал, что клички служебных собак в секрете не держат, а наоборот стараются сделать так, чтобы о подвигах и заслугах той или иной собаки знало как можно больше людей. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.